В таком составе они собираются не только перед фестивалем. Песня помогает жить, справляться с недугом, преодолевать трудности. Так было всегда. А в годы Великой Отечественной войны тем более. Солист хора, инвалид Великой Отечественной войны Тихон Ильич Швецов. В свои 87 лет он вместе с хором готовится к выступлению. Настроение хорошее, говорит, надо преодолеть дорогу и достойно выступить в крае. То, что люди не замыкаются, не сидят дома, не находятся в своих четырех стенах, а именно приходят сюда, стремятся себя в этом найти, в этом реализовать себя, невзирая ни на возраст, ни на состояние здоровья, то я считаю, что это позитивный фактор, который, естественно, присутствует в деятельности нашей организации. В основном тематика песен военная. Участница хора Татьяна Тычкова рассказывает, в годы войны она была слепой девочкой, но врачи спасли ее. А в 22 года ее девушку призывали в армию. Такая была необходимость. Я служила в армии. Это был первый призыв девушек после войны в Краматорске. Сейчас война идет. Это был 62-63 год. В сочинской организации Всероссийского общества слепых значится более 360 человек, в том числе и дети-инвалиды. И всегда они стараются принять участие в мероприятиях, проходящих не только в Сочи и в других городах края. Нынешний конкурс песенный. А еще есть конкурс рукоделия, кулинарного мастерства. Все это нелегкий труд для тех, кто плохо видит. В Сочи специально для слабовидящих жителей разработана система «Говорящий город», уложена тактильная плитка, желтым цветом выделены входы и выходы из зданий. Это, признаются участники хора, помогает вести более активный образ жизни, а значит, больше думать о творчестве и меньше о своих недугах.